Здравствуйте! В нашем эфире прямая линия министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Антона Слободинька. Антон Олегович, здравствуйте! Здравствуйте! Вопросы к прямой линии поступили через общественную приемную главы нашей Республики и Центр управления регионом. Оставляйте вопросы в комментариях под трансляцией в сообществе Республики Коми, в группах телеканала Юрген и Цурова ВКонтакте, а также пишите в телеграм-номер на ваших экранах. Я предлагаю начать сразу с видео-вопроса, поскольку он, мне кажется, вот на сегодня крайне актуален. Скажите, пожалуйста, как распознать мошенников в интернете, например, когда совершаешь покупку в онлайн-магазине? Хороший вопрос. Действительно, тема очень актуальна на сегодня. Мошенничества совершаются с помощью информационно-коммуникационных технологий, с помощью интернет-пространства. Здесь, наверное, вот отвечу сразу, так что, чтобы не попасться на уловку в интернете, не заходите на подозрительные ссылки. Внимательно проверяйте, куда вы заходите, смотрите, потому что тот же самый фишинг основан на использовании до степени сличения сайтов похожих, копирования идет и так далее. Просто будьте очень осторожными. Наверное, еще будет более общий совет, когда пошенники потенциально выходят на свою жертву, действуют напористо, застают врасплох и так далее. Просто если есть хоть малейшее подозрение в сомнительности операции, отказывайтесь от нее и прекращайте какие-либо действия. Еще один вопрос поступил в социальных сетях из Усть-Вымского района, в частности. У меня сын активный пользователь компьютера. Часто в интернете совершают покупки с моей карты. Совсем недавно попались на мошенников. Счета пришлось заблокировать. Как можно обезопасить ребенка и семью от подобных случаев? Да, вопрос не менее актуальный. Во-первых, конечно, нужно поговорить с ребенком. То есть никто не отменял родительское общение. Поговорить с ним о тех опасностях, которые могут подстерегать в лице мошенников, мошеннических сайтов, фишинга и так далее. Взять под контроль эти расходы. Тем более, если это карточка ваша, банковская. Это первый момент. Второй момент. Конечно, используйте программные средства защиты. Первое, это, конечно, антивирусные программы, которые позволяют блокировать некоторые программы шпионы. Также это средства родительского контроля, которые есть и в браузерах соответствующие. Есть другие программные решения. В общем-то, спектр средств, помогающих предотвратить это, достаточно большой. Следующий вопрос. Сейчас очень много услуг государство оказывает через интернет. Безопасно ли это и насколько оправдан полный отказ от личного приема в данном случае? Сегодня использование государственных услуг путем единого портала госуслуг, безусловно, безопасно. Объясню. Сегодня за этим следит достаточно серьезная структура, которая обеспечивает информационную безопасность. Сегодня, наверное, без портала госуслуг уже мы не видим жизнь. Все те услуги, которые там оказываются, это уже больше, чем просто набор каких-то запросов. Это большая экосистема. Сегодня мы видим, что это кроме самого портала, где реализованы массовые социально значимые услуги, их порядка 100, есть еще более, скажем, тысячи других дополнительных услуг, которые цифровизуются, появляются там. То есть достаточно большой рост по количеству оказываемых услуг. Сегодня, кроме основного ИПГУ портала госуслуг, есть еще в экосистеме, например, госуслуги ДОМ, которые позволяют оплачивать услуги ЖКХ, следить за показаниями и так далее, работать с обращением управляющей компании. Есть госуслуги Авто, например, которые позволяют заполнить европротокол, вести какие-то операции с полицами ОСАГО и так далее. Есть госключ, это позволяет сформировать свою электронную подпись, подписывать документы дистанционные и так далее. Госуслуги Культура, это тоже отдельное приложение в экосистеме, которое позволяет делать операции с покупкой билетов. Опять же, пушкинская карта, молодежь, да, от 14 до 22 лет. Ну и так далее. То есть, резюмируя свой ответ, хочу сказать, что да, это безопасно, это сегодняшний день, цифра вошла очень плотно в нашу жизнь, к этому нужно привыкнуть. И сейчас уже, наверное, если это убрать, то будет очень ощутимо, если этого не будет. Продолжим. Когда будет возможность подведения к частным домовладениям города Емвы высокоскоростного интернета? Кстати, вопрос о доступности связи и интернет очень интересуют также жителей других муниципалитетов. Наибольшее количество вопросов поступают от жителей населенных пунктов Усть-Куломского, Ижемского и Когородского районов. Действительно, есть некоторые сложности в подведении интернета до домохозяйств. Я вот немножко шире отвечу на вопрос. Дело в том, что есть два варианта организации связи именно в домохозяйствах. То есть, допустим, по программе устранения цифрового неравенства, либо по программе подведения связи до социально значимого объекта, например, для ФАПа, федческо-акушерского пункта, либо до школы, либо станции скорой помощи, интернет подводится. Но дальше вот эта проблематика строительства распределительных сетей, она действительно есть. Здесь мы обращаем внимание руководителей администраций муниципальных образований, сельских советов на то, чтобы они, прислушиваясь к жителям, также оказывали, скажем, выходили на софинансирование стройки таких каналов, распределительных каналов связи. Оператор, когда приходит, он, допустим, на последнем примере, возьмем тот же самый Усть-Кулум, микрорайон Пятигорск. Значит, стоимость строительства распределительных сетей, включая затраты на прокладку магистрального кабеля, составляет порядка 5 миллионов рублей. Из них затраты, требуемый объем софинансирования, скажем, от муниципалитета, либо от граждан, состоит порядка 4 миллионов рублей. То есть здесь как раз участие и оператора связи, и либо жителей, либо муниципалитета как раз и необходимо. По такой схеме мы уже реализовали несколько проектов. Например, в Печи-Пашне был проект, жители сами оплачивали так называемый инсталляционный платеж, то есть на первоначальное подключение своего дома, группы домов, жилого комплекса, для того, чтобы им был проведен интернет. Здесь очень важное значение имеет, когда со стороны администрации заранее планируется перед строительством некого нового микрорайона, либо дома жилого заранее планируется наравне с остальными сетями инженерными и линией связи тоже. То есть мы планируем водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. Также мы просим планировать подведение связи. Поэтому сейчас, отвечая на вопрос, глядя на хороший опыт муниципалитета в части софинансирования, например, сейчас по поселку Собино была такая история, когда администрация также, предусмотрев финансовые средства, осуществила проект подключения нового микрорайона. Практика такая, и мы обращаемся сейчас к ней. По данным аналитики Центра управления регионом Республики Коми, проблема неустойчивой мобильной связи и интернета в отдаленных населенных пунктах остается актуальной. Так, за последнее время поступили сообщения от жителей Нонбурга, Мылом, Усть-Цимовского района, Усть-Унии, Троицко-Печорского района, Верхолузи, Приузского района и поселка Том-Ижимского района. Антон Олегович, получали ли вы информацию о проблемах из этих населенных пунктов и как они решаются? Да, некоторые сигналы мы получали, действительно, проблематика есть. Значит, здесь есть два очень важных фактора, влияющих на работоспособность оборудования. Первый, это, конечно, техногенный фактор. Когда у нас люди, больше не техногенные, а антропогенные. Когда идет какая-то несанкционированная стройка, какие-то работы строительные, либо случайно рвется кабель. И второе, воздействие природных факторов. Гроза, шторм и так далее. То есть оборудование выходит из строя. Конечно, о большинстве аварийных ситуаций мы знаем, мы держим на контроле, мониторим ситуацию. Здесь еще накладывается сложность с наличием оборудования. Мы знаем, что многие зарубежные компании, ведущие мировые производители оборудования, ушли из России. Есть сложность с импортозамещением. Конечно, какое-то оборудование появляется. Но сейчас рано говорить о его, скажем, ремонтопригодности, о его сроке службы эксплуатации дальнейшей. То есть какое-то замечание происходит, но все, к сожалению, не так быстро. По поводу аварий. Еще раз скажу, что ситуацию держим на контроле. И по большинству обращений причины устраняются. Аналитики ЦУР нам также сообщают, что пользователи социальных сетей активно интересуются, какие населенные пункты республики будут подключены к сотовой связи интернету в 2024 году по проекту устранения цифрового неравенства 2.0. И будет ли проводиться еще голосование? – Да, безусловно. В рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства 2.0 программа продолжается. В этой программе уже было реализовано в прошлом году 10 населенных пунктов. До этого было 13 и 14. На этот год у нас на 2024 выделена квота на республику 10 населенных пунктов. Те населенные пункты, которые у нас активно голосовали, вот я их назову, это у нас Вежью, Кайгородский район, Бор там, Визиндор, Цисельский район, Белый Бор, Митрофан-Ди-Кост, это Троицко-Печерский район, Чернутьево, Ударский район и, значит, у нас 4 деревни, это Бадьорск, Великополе, Смольянка и Якетш, это Усть-Коломский район. Вот у нас Усть-Коломский район был наиболее активен при голосовании в 2023 году на программу в 2024 году. И как раз вот в этих 10 населенных пунктах население будет обеспечено, больше 2,5 тысяч человек будет обеспечено связи. То есть я напомню, что программа УЦН стартует обычно осенью, вот скоро будет объявлено голосование Минцифры Российской Федерации, ориентировочно это сентябрь-октябрь, оно будет проходить. По результатам этого голосования в декабре будет отбор и будут объявлены населенные пункты на, скажем, на обеспечение сотовой связи, назовем так ее услуги, подвижной радиотелефонной связи и с возможностью высокоскоростного доступа в интернет. То есть вот в этом году будет 10 населенных пунктов, в следующий год пока квота еще неизвестна, но в любом случае голосование будет уже в сентябре. Поэтому просим жителей, просим глав сельских поселений проявить активность и голосовать за свой населенный пункт. Голосовать можно двумя путями. Первое. Ну, электронные, естественно, путем подачи электронной заявки. Для этого можно попросить родственников, кто живет, скажем, в городе, например, у кого есть интернет. Либо собираются заявки письменно, можно также с помощью руководителя администрации или сельсовета собрать заявки коллективно, как многие делают наиболее активные населенные пункты, и отправляют это все централизованно сразу в Минцифры. Точный список тех населенных пунктов, которые будут попадать под эту программу, можно всегда узнать актуально, где будет реализовано на сайте Минцифры Российской Федерации. Он всегда есть, можно посмотреть. Программа действительно очень важная. У нас в эту программу попадают населенные пункты по очень важному критерию. От 100 до 500 жителей. Вот это очень важно понимать. То есть у нас осталось порядка 45 населенных пунктов, которые попадают под эту программу. Поэтому еще раз жителям прошу быть активными и голосовать за свой населенный пункт. Да, думаю, что все заинтересованные стороны этого процесса нас услышали. Далее у нас есть видео вопрос. В Бухтинскую службу общественной приемной главы поступил вопрос. Планируется ли модернизировать работу почтовых отделений? Есть ли предложения со стороны республики в адрес Почты России? Да, действительно. Сегодня мы видим, что многие почтовые отделения находятся в не очень хорошем внешнем виде. Поэтому Почта России с 2024 года при поддержке по партийному проекту «Единая Россия» продолжает программу модернизации и уделяет очень большое внимание этой программе программе модернизации почтовых отделений. То есть ремонт уже начался. То есть на сегодняшний момент в республике уже в самое ближайшее время будут отремонтированы отделения в Большелуге, в Черемуховке, в Усть-Выме и Обьячево. Это вот из самого ближайшего. Есть, значит, в этой программе также будет предусмотрено строительство быстровозводимых комплексов, так называемых БВК, почтовых отделений. Первые пилоты будут уже в Айкино и в Усть-Циме в этом году. То есть это будет достаточно уже новый формат. Планируется, что помещения станут более комфортными, более приятными и для персонала, и для, скажем, посетителей этих отделений. Кроме того, значит, по имеющейся информации у нас почта планирует там оказывать еще дополнительные, в том числе и бесплатные услуги. Это работа с тем же самым порталом ЕПГУ, госуслугами, да, получение или, скажем, переиздание цифровых подписей для тех, кто не может, скажем, это сделать самостоятельно. Кроме этого, также почта планирует запускать так называемые уголки здоровья. Там, где люди могут, скажем, бесплатно померить температуру, давление, да, там, оксигенацию так называемую, да. То есть вот такие мероприятия. Почта России модернизируется, и, соответственно, вот, как я уже сказал, не только планируется ремонт старых, но и строительство новых помещений. В целом задача федеральная, почта над этим работает, и наш регион не исключение. Мы со своей стороны Почту России поддерживаем, регион оказывает определенные меры поддержки почты. Вот, а есть еще, наверное, вторая часть, это то, что почта сегодня, скажем, особенно в летний сезон, да, есть некоторые кадровые проблемы, да, здесь мы тоже работаем и с графиком работы почтовых отделений, здесь мы в чем-то где-то идем на встречу, в общем, пытаемся не допустить срыва поставки и корреспонденции, и получения пенсии, и так далее. Далее у нас вопрос из соцсетей. Добрый вечер, Антон Олегович. Год назад в селе Глотово Удорского района появился интернет и сотовая связь. За это дело большое вам человеческое спасибо. Поблизости в 5-6 километрах расположены деревни Кучмазерия и Борова. Связь там есть, но плохая. Можно ли увеличить высоту сотовой вышки для улучшения качества сигнала? Я думаю, нет ничего невозможного. Мы возьмем вопрос в проработку и постараемся максимально быстро ответить жителям, как это технически возможно. Хорошо. Далее у нас такой большой вопрос общий. Расскажите о том, какая ситуация складывается сегодня на рынке IT специалистов в Сыктывкаре. Хороший вопрос. Сегодня, давайте немного цифр приведу статистики. Сегодня на рынке информационных технологий и связи в Республике Коми работает порядка 300 компаний. 100 из них напрямую связаны с разработкой программного обеспечения. Информ-систем, вот все, что касается именно в области программирования. Рынок развивается. Да, он не растет кратно за годы, но мы видим четко уверенный рост за последние 5 лет. Специалистов становится больше. Есть, скажем, модные и востребованные направления развития. Это и проектирование систем. Это особенно хочу отменить информационная безопасность. Вот. Ну и другие специальности. Рынок есть, люди востребованы, задач много, в том числе и со стороны государственного управления. Мы также в рамках нашего Центра информационной технологии рады приветствовать наших IT-шников в наших рядах. В целом перспективы есть. Есть профильные учебные заведения, которые нам готовят кадры. Это и наш Монмартр, наш Сытовкарский университет, да, как, скажем, как флагман IT-подготовки, да, в том числе и отдельный математический факультет. Так что мы развиваемся, а республика развивается. В этом же сегменте вопросов останемся. Одно из направлений поддержки IT-специалистов было введение льготной ипотеки. Какие перспективы и меры поддержки предполагаются для специалистов в дальнейшем? Есть ли другие меры государственной поддержки? Действительно. Наверное, отмечу самую важную жизненную меру поддержки. Это была IT-ипотека для специалистов IT-компаний. На сегодняшний день можем сказать, что да, действительно, во многих регионах она востребована. И у нас тоже ипотека была востребована. Просто сейчас на федеральном уровне идет пересмотр некоторых ключевых параметров. Мы с вами понимаем, что сейчас произошел ряд изменений в экономике, да, включая изменения ключевой ставки. Поэтому где-то потребуется некоторая коррекция основных параметров. Да, наша региональная программа была немного проще и лояльнее к сотрудникам IT-компаний. То есть было намного проще получить ипотеку. На сегодняшний момент, как раз пока программа, скажем, на паузе, да, на уточнение условий. Вот я думаю, что в ближайшее время мы уже выйдем из этого состояния, и программа будет в любом случае продолжена. Момент второй. Кроме ипотечной поддержки, также есть поддержка самих компаний непосредственно. То есть через которые уже сотрудники получают помощь. Значит, первое – это вхождение в реестр стартапов. Это мера поддержки для молодых компаний. Благодаря этому компании получают возможность более упрощенного, существенно упрощенного процедуры вхождения в реестр аккредитованных компаний Минцифы Российской Федерации для получения соответствующих льгот. То есть там и отсрочка от армии для молодых специалистов, там также налоговый льгот для компаний. Это и очень важная мера – это использование инвестиционного налогового вычета при вложении в инфраструктуру на территорию республики. Прямо сейчас мы ненадолго прервемся. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Прямая линия продолжается. Напомню, ее сегодня проводит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Антон Слободенюк. И следующий вопрос звучит следующим образом. Он как раз из социальных сетей тоже. В России сейчас активно развивается IT-сфера, появляются новые разработчики, стартапы и программное обеспечение. Есть ли в Коми компании, которыми нам можно гордиться? Отвечу сразу – безусловно. Такие компании есть. Мы, как я уже сказал ранее, IT-сферы развиваются, есть специалисты, есть очень талантливые команды. По определенным причинам я название конкретной компании не буду называть, чтобы не нарушать законодательство. Хочу отметить многообразие и широкий спектр разработок, ребят. Это и сфера ЖКХ управления какими-то процессами. Это доставка еды и воды. Это программы для анализа веса и габарита, древесины, например. Достаточно много. Это и разработчики игр, VR-продуктов. Спектр очень широкий. Безусловно, некоторые компании работают не только на федеральном уровне, но даже имеют международных партнеров. Мы гордимся этими ребятами, этими командами. Они молодцы. И мы искренне желаем им удачи. К другим вопросам. С 2025 года планируется внедрение национального проекта «Экономика данных». В чем преимущество данной программы для Республики Коми? Да, действительно. Последние три года мы жили в программе «Цифровая экономика». Это был подготовительный этап для перехода экономики на новые рельсы, на новые механизмы принятия решений для построения новых сервисов для граждан наших. То есть, в целом, внедрение цифры в массы. Очень важное место в этой программе отводилось в строительстве инфраструктуры. Это и центр обработки данных, это средства хранения информации, это линии связи и так далее. То есть, вот этот период мы прошли. Считается, что мы готовы дальше, накопив уже эти данные и продолжательное накопление, мы должны их переиспользовать. Как сказал наш президент весной, когда ставил цели в рамках новой программы «Экономики данных», это массовое применение искусственного интеллекта, это развитие цифровых отраслевых платформ, это вот очень важные два трека. Это, конечно, безусловно, должно помочь и нашей республике. Вот, как я уже сказал, что цифру зачастую не видно, она как бы интегрируется в нашу жизнь, и мы не можем себе уже представить жизни без портала госуслуг, без каких-то сервисов и так далее. То есть, сейчас вообще проект, как национальный проект экономики данных, он формируется. Пока еще нет четких 100% критериев и состава программы. То есть, как раз сейчас идет активная работа. Мы надеемся, что к сентябрю она уже будет готова, мы будем понимать, что нас ждет дальше. Следующий горизонт планирования по программе будет 6 лет, мы будем по ней жить до 2030 года. По ней будут предусматриваться достаточно серьезные изменения. Почему экономика данных? Потому что данные должны помочь жителям, гражданам, государственному управлению в принятии более быстрых решений, быстрому обслуживанию гражданина и органов власти. С точки зрения бизнеса это, скажем, более адресные предложения для гражданина. Ориентирование на потребности конкретного человека. Вот это, наверное, будет первая очевидная польза. Еще приведу пример. Например, в медицине. Это будет первое ощущаться, наверное, там. То есть, это предиктивная аналитика. Это более ранняя диагностика каких-то заболеваний, да, основана на обработке больших массивов информации. То есть, это вот первое, что сразу прям мы должны почувствовать, да. Тем более и в планах нашего региона тоже внедрение данных платформ и решений. Ну, в целом должна вырасти скорость принятия решений. Вот какого характера вопрос. Может ли автор получить помощь от республики на издании своего произведения? Есть много разных авторов, которые пишут книги или стихи, но при этом не входят в союз писателей и не работают в литературных журналах. Могут ли вот такие авторы рассчитывать на государственную поддержку для издания своих произведений? Сегодня у нас, значит, каждый орган исполнительной власти, во многих органах исполнительной власти есть определенные мероприятия, нацеленные на поддержку, да. Мы, как, мы в Минцифре имеем свою программу грантов, мы предоставляем гранты на печатание социально значимой литературы, предназначенные для распространения в библиотеках и школах. То есть это вот что касается нашего министерства. Есть и в других АИВах тоже соответствующие программы. Здесь мы, хочу отметить, что недавно проходил в Сысковкаре фестиваль, книгоиздание «Алая лента», и по его результатам мы поддерживаем предложение о создании некой общественной ассоциации по книгоизданию, чтобы мы могли, скажем, более тесно работать с авторами, которые не попадают в ту категорию грантов, которую я озвучил, именно вот на социально значимую литературу, потому что критерии достаточно ограничены, мы хотели бы более широко посмотреть. Я думаю, что все шансы есть, мы в этом управлении работаем, я думаю, что мы готовы многих авторов рассматривать, ну, скажем, рассматривать их заявки. По данным аналитики Центра управления регионом Республики Коми, ежегодно растет число сигналов на незаконное размещение наружной рекламы. Антон Олегович, как эта проблема решается, и какие меры воздействия применяются к нарушителям? Да, действительно, такая проблема есть, незаконные рекламные конструкции регулярно появляются в поле зрения, это ежедневная работа министерства в этой части тоже. Вот сейчас, только за последнее время, за последние два года, выявлено более 300 незаконных конструкций, только в этом году 150. То есть мы устанавливаем нарушителей с помощью правоохранительных органов, привлекаемых обязательно к этой процедуре. Соответственно, выносятся штрафы, выносятся предписания о демонтаже. В случае, если демонтаж, ну, если, скажем, требования не исполняется, мы привлекаем к законному демонтажу дальноконструкции. То есть это работа постоянная, с администрацией муниципальных образований ведется совместная работа по определению перечня рекламных конструкций, то есть есть определенные схемы, есть документы, которые определяют как раз законность, либо незаконность рекламных конструкций. Вопросы соцсетей поступил, когда в Воркуте будет бесперебойно работать интернет. В течение года жители остаются без интернета от одного из основных провайдеров. Мы называть его тоже не будем, чтобы избежать нарушений законодательства. Вот это проблема для большинства жителей. Хотелось бы иметь более точную информацию о том, когда отключался. Такая информация не поступала в министерство. Бывают, опять же, как и ранее говорилось в этой передаче, обрывы связи, но они кратковременные. Сейчас мы работаем с операторами, в том числе над строительством резервов каналов. Это тоже проблема такая, достаточно большая. По большей части республики эта проблематика снята. Были построены каналы резервирования. Ну, возьмем тоже вопрос на контроль. Да, если есть подробности, в частности, вот периоды отключения, пожалуйста, нам сообщите, мы передадим их в министерство. Вопрос. Здравствуйте, обращаюсь к вам от всех жителей села Усть-Унье Троицко-Печорского района. Мобильная связь исчезла в феврале этого года. Уличный таксофон работал с большими перебоями. И вот уже почти месяц нет связи и на нем. Совсем недавно в селе случилась большая трагедия. Самое страшное, что при отсутствии связи нет быстрой возможности вызвать сотрудников пожарной охраны, МЧС, скорой помощи. Просим вашей помощи и участия в восстановлении связи в Усть-Унье. Но мы понимаем, да, о каком трагическом случае идет речь. — По имеющейся информации у нас, да, к сожалению, сейчас, в настоящий момент у Усть-Унье большая проблема со связью. К сожалению, наложилось два очень важных фактора. И с таксофоном, который работает через спутниковый канал связи, в ходе помех есть перебои. То есть он работает, но с перебоями, да, потому что есть определенные помехи, которые пока со стороны оператора преодолеть невозможно. И, к сожалению, вышла из строя фемтосота, которая обеспечивала мобильную связь. В настоящий момент все работы производятся. Вопрос взяли на контроль. Вот в ближайшее время вопрос будет решен. Связь будет обеспечена. То есть в первую очередь появится сотовая связь. То есть сейчас как раз производится реалокация оборудования. Вот. И он будет в ближайшее время установлен. Хорошо, спасибо. На этом на сегодня у нас все. Антон Олегович, спасибо большое, что нашли для нас время. 7 августа смотрите прямую линию с участием главы муниципального района Кайгородский, руководителя администрации Ларисы Ушаковой. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова